Всем привет! В этом видео я с Дашей. Она будет задавать мне вопросы и в отличие от других интервью на канале она также будет задавать дополнительные вопросы, если надо, когда я отвечаю, чтобы уточнить какие-то вещи. Будут разные части видео на разные темы. Даша все подготовила. И так тайм-коды будут готовы, чтобы просто посмотреть то, что вам интересно. Итак, поехали! Коты или собаки? Коты, конечно. Пицца или гамбургер? Сложно, пицца. Кока-кола или фанта? Фанта. Сладкая или соленая? Соленая. Зима или лето? Лето. Снег или без снега? Снег. У нас никогда нет снега. Конечно, отвечу со снегом. Окей. Море или горы? Я бы сказал горы. Да, горы. Фрукты или овощи? Фрукты. Пицца или паста? Пицца или паста? Конечно, пицца. Пакароны я ем каждый день, а пиццы… Окей, хорошо. Немножко разогрелись. Для тех, кто впервые на твоем канале, расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты? Тогда быстренько меня зовут Уго. На францком «юго» со словом языком «ю». Мне 20 лет. Я живу на севере Франции. Я жил в разных городах на севере Франции, но всегда на юге Лиля. Большой город Лиль, но всегда на юге этого города. И да, быстро рассказал про себя. Окей. И ты сейчас где-то учишься? Да, не в Лиле, но в Лильском университете. Я учу русский язык на третьем курсе. Что ты смеешь? Не в Лиле, но в Лильском университете? Ну да, знаешь, в Лильском университете есть разные факультеты, потому что, кажется, в Лиле нет места. Есть факультеты в разных городах. У нас даже есть факультеты в Рубе. У меня это в Вильнавдаск. В Вильнавдаск – это вообще… Ну, ты просто на метро едешь 10 минут, и ты в Вильнавдаск. А в Рубе уже есть 30 минут, и это еще Лильский университет там. Это 10 минут от Лиле? От Лиле. Ну, от Валенсиена, где я живу сейчас, намного дальше. Так, значит, ты живешь в городе… Валенсиена? На сейере Франции. Да. Ты родился в этом городе? Вообще нет. Я родился в городе очень близко к Лиле, называется Ликан. Сейчас нельзя родиться там, уже нет больницы. Да. И… Но я не жил в Ликан вообще. Я жил в какой-то деревне, типа, между Валенсиеном и Лилем. И это просто очень… Ну, не очень маленькие деревни, смотря на российские, украинские деревни, но не в городе. И как называлась эта деревня? Первая деревня немножко популярна во Франции из-за какого-то сериала по телевидению. Первая деревня называется Мон-Сен-Пилей. Потом мы переехали в другую деревню, типа, в 10 минут от этой деревни, которая называется Эн-Новелан. А потом родители развелись, и я был в многих городах, и не буду все перечислять просто. Окей. И ты сказал, что в городе, в котором ты родился, больше нет больницы. Как это вообще возможно? Да. Ну, больница есть, просто нет… Знаешь, это в отделении, чтобы родиться. Окей, я помню. Типа, я родился, спустя 6 лет моя сестра родилась, а потом закрыли. Я понял. Но здание еще существует… Я давно не был в этом городе, но если помню… Типа, больница еще есть, они специалисты по пальцам, если правильно помню. Да. Никогда не слышала о таком. Ну, по рукам, как правило, но пальцы особенно. А, окей. Окей. Говоря о образовании во Франции, ты сейчас на третьем курсе, да? Да. Как сейчас у вас проходит обучение во время пандемии? Ну, у нас все, конечно, дистанционно, но правительство говорит одно и так далее, и так далее. Они говорят, что, типа, нам надо смешно… Типа… Ну, не… Смешно. Смешно. Да. Потому что они говорят, да, но только для 20% студентов. Но проблема в том, что у нас в классе семь, и 20% семьи учеников – это не очень много. И вообще это просто невозможно, потому что есть разные факультеты, разные департаменты в университете. Просто невозможно. Значит, мы на 100% дистанционно сейчас. В прошлом семестре я был, после перехода на дистанционно, я просто побывал 10 минут в университете для одного экзамена, устного экзамена. Но кроме этого, мы на 100% дистанционно. И, наверное, так будет до конца года. И сделаем вид, что пандемии нет. Да. И ты вообще довольна образованием в Франции? Мне нравится в твоем университете. У нас есть очень хорошие преподаватели, но у них нет денег просто. И, значит, администрация очень плохо работает, потому что там никто не работает. И вообще наши комнаты, они страшные. Наши аудитории очень страшные. Комнаты – это ты имеешь в виду аудитории? Аудитории, да. Особенно на моем факультете, потому что это лингвистический факультет. И так, знаешь, если бы было побольше денег, было бы намного лучше. Но преподаватели делают то, что могут. И очень хорошо справляются с этим. Тогда, да, я доволен. Но если бы было побольше денег, чтобы хотя бы у нас были занавески хорошие, было бы круто. Окей, я понял. Ну, занавески – это не самое главное в обучении. Да, конечно. Окей. Какие преимущества имеют студенты? То есть скидку на проезд, например, или в кино? Во Франции у нас есть очень много. Когда вы учитесь в каком-то университете, в государственных университетах, да, в частных университетах, я думаю, тоже. Я вообще не уверен. Но у вас есть какая-то карта, чтобы просто говорить, где вы учитесь. Публическая. И это дает вам просто преимущества где-то в ресторанах, особенно в фастфудах, чаще всего у вас есть скидки, чтобы посещать музеи, чтобы все эти культурные, ну кроме фастфудов, конечно, культурные здания дают вам преимущества, потому что вы студенты. И у вас есть скидки, иногда маленькие, иногда большие. Но, да, быть студентом во Франции – это хорошо. Не очень сейчас, но обычно хорошо. Я думаю, многих заинтересовал, заинтересует вопрос о скидках на фастфуд и так дальше. Это довольно-таки интересно, я не думаю, что… Я сам… обычно я просто готовую еду дома, а потом я просто с собой беру свою еду и кушаю в университете где-то. Но в фастфуде я только с собой хожу, и там ты просто экономишь 80 сантиметров, если правильно помню. То есть тебе просто дают скидку. Ты можешь показать свой студенческий, и тебе сделают скидку. Да, это вообще очень маленькая скидка. Например, чтобы купить сэндвич с собой, я плачу сколько? Мне давно там не было. 7 евро 20 сантиметров, если правильно помню. Тогда, как обычно, это 8 евро или 8,5 евро. Не помню. Окей. А у вас есть столовая в университетах? Да, но нет места вообще. То есть, если ты хочешь кушать что-то, и у тебя есть мало времени, или надо купить сэндвичи в этом ресторане, в этой столовой утром. То есть, в 8, не в 10 ты просто туда идешь, покупаешь, а потом с собой берешь. Но чтобы кушать типа в 12, это просто невозможно. Ну, в Ливии у нас есть два факультета. В моем факультете у нас есть департамент лингвистический и для психологии еще. Я помню, как будет. И, значит, есть очень много людей, и кушать там очень сложно. Но я там кушал раз, и вообще было вкусно. То есть, это популярно среди студентов? Да, да, да. Но обычно мы просто выходим из университета, и там есть, ну, ситы называется на французском, это просто здесь здания, еще есть рестораны и магазины и так далее. Просто там покупаем, если надо. Но я сам просто беру еду с собой, это намного легче, и это дешевле. А в школах? То есть, когда ты, когда был маленький, в школе тоже выпитались в столовой или тоже брали с собой ланчбоксы? Ну, все в столовой кушали, но в теории можешь с собой взять еду. Но я сам так не делаю, просто ты оплачиваешь недорого. Я не помню, как люди, типа, брали еду с собой в столовую, хотя бы в, типа, в эколь-пример. Но потом в коллеже побольше учеников кушали дома, и они просто возвращались в 12, а потом возвращались в коллеже или в лисе даже в 13. И в лисе, это было в Варансене, уже не в деревнях. Значит, есть очень много возможностей, потому что это город, а не деревня. И очень часто мы просто выходили, чтобы кушали где-то. Но в столовой я еще кушал. И что обычно в школе и в университете, в столовых, что вам обычно подают? В университете я ходил только раз, значит, я не точно знаю, что есть. Но в школе вообще все зависит от твоей школы. Иногда есть хорошие сюрпризы, иногда есть очень плохие. Но я сам, как мне, сам очень повезло. У меня всегда были хорошие столовые. Но я знаю, что есть разные школы, где просто еда ужасна. Все зависит от того, где покупают еду. Но мне везло вообще до сих пор с едой. У меня не было, типа, плохих сюрпризов. Но иногда это, типа, картошки, типа, рыба, иногда мясо. И знаешь, такие вообще основные блюда. И в лисе я помню, что по четвергам это был, типа, особенный обед специальный. И у нас была просто жирная еда. А были картошки фри по четвергам всегда. И иногда это было, типа, мегамбургеры или кебаб даже. Кебаб вообще не надо было кушать, потому что он был ужасен. Но такую специальную еду просто давали иногда. И мы просто очень радовались тогда, потому что мы знали, что четверг надо в столовую. Ну, на самом деле это классно. Да, это очень классно. Мне очень повезло. Но не во всех школах так вообще. Окей. И я знаю, что во Франции очень популярен здоровый образ жизни. И вот даже по радио ты можешь услышать, там, шевелитесь больше, кушайте больше фруктов. То есть это настолько популяризировано. И какие привычки прививают к вам с детства? На самом деле у нас есть уроки. У нас есть некоторые уроки. Вообще мало. Мало уроков по этому поводу. У нас есть уроки по этому поводу. То есть что кушать, что не кушать, что когда и так далее. Но с детства типа научат вообще легким вещам. Типа конфеты это не каждый день. Конфеты это очень редко. Потом надо быть осторожным с таким, типа с жирной едой. Не надо пить соду каждый день. То же самое. Знаешь, очень основные вещи. Но таким образом дети знают, что они кушают. Немножечко лучше. И также они учат, типа, что растет когда. Типа помидоры нельзя кушать зимой. Сезоны, да. Но это было так в моей деревне. Думаю, что это так по всей Франции. Потому что даже в лицее у меня были уроки по этому поводу. Но да. Окей, это ты рассказал о еде. А может есть еще какие-то привычки? Там, не знаю, тот же спорт. Спорт в школе это очень большая шутка вообще. Как в, типа, до одиннадцати лет нам надо заниматься спортом четыре часа в школе. Официально. Это в день или в неделю? В неделю, в неделю, в неделю, в неделю. Но я это... Мне это сказать, когда я был в колледже. Они сказали, типа, четыре часа ежедневно вы занимались в школе? Я говорю, как? Правда? Я не знал, я... Как? Я просто, да. Очень удивился тогда, но... Программа в том, что в маленьких школах, то есть до одиннадцати лет, типа, нет расписания. Значит, учителя свободно делают, что хотят. Если не хотят заниматься спортом, не занимаются спортом просто. Но вообще были соревнования между школами, и тогда, когда приближались эти соревнования... Соревнования. 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 Мы очень часто занимались спортом, чтобы просто победить все другие школы. Так, во-первых... А, подожди. И потом в колледже есть точное расписание, в лисее тоже самое. В колледже, в первой классе в колледже, то есть в СИЗЕМ, вы занимаетесь четыре часа в неделю, а потом это три часа, и в лисее это уже два часа. Угу. Если правильно помню. Да. Думаю, да. Может, это СИПС, но... Окей. То есть, по какой класс у вас полная свобода, точнее, не у вас, а у учителей, то есть нет расписания? Ну, у них есть программа, просто нет расписания, типа, ты знаешь, что по понедельникам в восемь ты будешь учить математику. Это ЭКОЛ ПРИМЕР, то есть это до одиннадцати лет, значит, это до шестого класса в России, если не ошибаюсь. То есть это первый класс у вас в Украине или в России то же самое, это у нас СИПС, и потом есть еще СИПСС, то есть есть пять лет, когда учителя вообще свободны с расписанием. Прикольно, это непривычно лично для меня, думаю, для всех из России и Украины, хотя, может, я чего-то не знаю. Окей. И у вас, ты сказал, что проходили соревнования между школами, это какие соревнования? По спорту, только по спорту. Ну, у меня было так, и в лисе еще было так, на самом деле. Но, типа, это соревнования по спорту, то есть вы занимаетесь пинг-понгом, так говорится, на столе. Да. На столе, теннисом. И еще, типа, бегом и так далее. И это просто, знаешь, обычные соревнования просто это между школами. И та школа, которая выигрывает, ну, побеждает, побеждает. И все. И в лисе еще есть такое, в колледже еще. У нас есть очень, если вы скажете, типа, кросс дю колледж или кросс дю лисе кому-то во Франции, он просто, он вспомнит, что это такое. И такое есть. Это просто бег в колледже и в лисе. Это гонка как-то. Вам надо просто быть первыми в него, победить. Прикольно. Насчет спорта. Есть ли у вас свой, как сказать, не национальный спорт, не региональный спорт? Например, в Ибаск, да, там играют... Пилот. Пилот. Подожди, как оно правильно называется? Для пилот. У меня есть такое. А, ух ты. Для этого спорта. Я никогда не занимаюсь этим спортом, но мне подарили бабушка и дедушка. Но во Франции национальный спорт, ну, все скажут, что это питонг, тогда постараюсь быть оригинальным, что питонг, да, все знают. Но я бы сказал о регби. На юге Франции на 100% национальный спорт. В остальной части Франции, я не знаю, я сам живу на севере, регби занимается очень мало людей. И вообще мы не особенно занимаемся спортом в моем регионе. Но во Франции, как правило, национальный спорт, если не питонг, наверное, будет регби. А что насчет традиций? Есть ли в твоей семье и вообще на севере какие-то традиции, которые переходят из поколения в поколение? Ну, у нас, у меня есть очень маленькая семья вообще, но на севере Франции у нас, да, есть свои собственные традиции. Например, ты будешь смеяться, но, типа, чтобы в конце зимы мы просто строим какого-то человека из пшеницы. Ну, не пшеницы, но знаешь, то, что ты собираешь из поля. Типа, это для паи, это, типа, чтобы пшеницы сделать. Пшеница, говорится, думаю. Думаю, да, пшеница, думаю. Это просто такой персонаж из пшеницы, и мы просто поджигаем его, и мы это смотрим, типа, вечером, и просто собираемся. Это просто, чтобы попрошаться с зимой. И думаю, это очень крутая традиция. Мы так делали в деревнях. Не в деревнях, в деревне, в первой деревне, потом в неделю и в других. И в городе вообще не делали, особенно в Валентине. Думаю, это очень крутая традиция. И в семье традиция есть ли у нас? Я вообще не думаю, что у нас есть, типа, своя собственная традиция. Как вы обычно празднуете день рождения? Принято ли дарить подарки? Как это? Во Франции надо, надо обязательно. Ну, надо обязательно это звучит, наверное, немножко страшно. Но во Франции, да, вы дарите подарки на день рождения и на рождество. И да, да, надо просто на день рождения. Обычно вы просто кушаете много и дарите подарки. И потом все зависит от вашего возраста. Если это, типа, день рождения ребенка, вы будете играть с ним или пригласить, типа, друзей из школы. Если, типа, подросток или взрослый, можно уже, типа, на вечеринку поехать куда-то. И да, это просто как обычные праздники во Франции. Просто есть подарки с этим. И, то есть, у нас, например, если у меня день рождения, и я приглашаю, например, в ресторан пойти друзей со мной, да, в кафе, значит, я буду за всех платить. Да. У вас это так работает или нет? Нет. Видимо, по твоему удивлению, можно сказать, что нет. Нет, нет. Ну, в ресторане я никогда такого не делал. У нас это, типа, у тебя есть, типа, семейный обед, то есть со всей семьей. И потом, если хочешь заниматься с друзьями, занимайся с друзьями. Но в ресторане я такого никогда не слышал. Но если ты оплачиваешь за ресторан на день рождения, это очень невежливо. Ну, для меня, как француза, это звучит очень, типа, жестко. Типа, это твой день рождения, это, типа, твой день, твой собственный день, и тебе надо оплатить за ресторан. Это звучит очень жестко. Ну, просто у нас даже в детстве, я не знаю, может, это не у всех было такое, но вот даже у нас во дворе. И если у кого-то день рождения, да, вот у меня день рождения, обязательно куплю много конфет и выйду, и буду делиться с всеми друзьями. А у нас наоборот, друзья покупают конфеты и дарят тебе, да-да-да. Ну, это круче. Да, это не обязательно ресторан, это можно пойти в кино или просто пригласить домой, и ты наготавливаешь много еды, и друзья приходят там с подарками, и вот все празднуют. Да, готовить еду, конечно, если ты приглашаешь людей, они, конечно, не будут, типа, они, конечно, не приедут с едой, тебе надо хотя бы приготовить что-то. Но, типа, в ресторан и ты оплачиваешь, не... Ну, может, да, но я сам никогда не слышал. И еще насчет еды, я заметила такое, что французы едят по расписанию. Да. Вот, то есть обед, это вообще, обед, это, наверное, что-то святое у вас. 12 час приблизительно, да, вот так вот у вас обед, и все просто летят, вся работа откладывается, но потом время останавливается, все бегут на обед, никого ничто не интересует. Да, 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 у нас обед в 12, ужин в 7.30, и если хочешь покушать что-то в 4, это, типа, обычно в 4.30. То есть перекус. Да, перекус, да, да, да. И, ну, завтра, конечно, зависит от дня и от того, во сколько ты посыпаешься. Ну, да, да, если, например, когда я ходил в колледж, я в первый раз в жизни кушал в 11. Я тогда, ну, я раньше никогда не ел в такой, просто в такое время, и мне было очень непривычно, я просто не хотел кушать в этот час, я хотел просто ждать в 12, кушать только тогда, и надо было привыкнуть просто. Ну, да, у нас мы просто кушаем в 12, в 4.30, в 7.30, и когда я был в Украине, типа, нам было очень странно, потому что мы кушали, типа, завтрак в 9, а потом обед в 3, в 3 для нас это очень поздно, а потом просто не кушали ужин, потому что мама, ну, Сергея, которого вы знаете, она просто, ну, накормила хорошо, так скажем. Нет, ну, накормила, есть больше в день. Ну, откуда это вообще пошло, как это, это расписание появилось у вас? Вот, я не знаю вообще, это, наверное, связано с работой, но я не знаю такую историю, которая рассказывает про то, как, наверное, есть причина, и если причина, это, наверное, будет связано с работой, потому что у нас есть всегда точные, типа, часы, часы, да, наверное, но это просто предположение, я не знаю точно. То есть это во всей Франции так, во всех регионах? Да, может, есть, например, датские бретонцы, которые не так делают, но во Франции, как правило, это так. Но я всегда жил на севере Франции, я, конечно, путешествовал по Франции, но никогда не замечал такое, чтобы люди не кушали в 12. И даже рестораны могут быть закрыты и открываться вот чисто только на объекте, например. Ну, все люди, конечно, ест в 12 или в 13, но и обычные рестораны не закрывают. Просто если ты хочешь кушать что-то сложное, типа сложное блюдо, в 3 это, наверное, не будет возможно, потому что уже никого нет в ресторанах в такое время, и просто, ну, как сказать, повары, они уже отдыхают. Тогда я не... может, я ошибаюсь, но я бы сказал, что можешь, но не со всеми блюдами. Ты только что затронул тему о путешествиях, и я заметила, что французы очень любят путешествовать именно по Франции. Правда это или нет? Как путешествовал ты с семьей? Много ли вы путешествуете? И куда? Окей. Ну, чаще всего мы с семьей путешествовали по Франции, за границей также, конечно, но чаще всего по Франции, особенно в Британии, езжали, еще ездим. И вообще много видеть во Франции, но я бы сказал, что наоборот, люди предпочитают за границу улететь. Ну, улетать, потому что они, конечно, возвращаются. Но, да, я бы сказал наоборот. Но, наверное, все зависит от возраста. Типа, пожилые люди предпочитают во Франции, молодые, так как они все увидят в Инстаграме, все эти пейзажи, типа они хотят за границу. Ну, им не нравится место, независимо от страны вообще. Если это во Франции или в Германии, мне все равно место это место, все. И сколько стран ты посетил? Какие страны это были? Первый раз за границу, конечно, был в Бельгии. Бельгия находится, типа, я могу, типа, на велосипеде заехать в Бельгию без проблем. Ну, сейчас нет из-за пандемии, но обычно могу. Но, типа, кроме Бельгии, первая страна, которую я посетил, это Испанию. Мне было 7 лет, и мы просто прилетели на свадьбу. Каких-то друзей, родителей. Потом вторая страна, наверное, была Греция. А потом долго не выехали из Франции. И потом... Не выезжали. Не выезжали, да. Потом, да, с бабушкой и дедушкой, так как бабушка полька. Она родилась во Франции, но она полька. Мы просто путешествовали по Польше. На машине, значит, мы, как сказать, приехали в Германию. А потом прибыли в Польшу, и там просто, как посмотрели, что есть. И так далее. То есть, Германию и Польшу еще. А потом на следующем году, то есть, вообще в прошлом году, ну, уже два года назад, мне не так давно уже, я прилетел в Украину. Ну, я прилетел в Польшу, а потом на автобусе. Очень сложно, это сложный шаг, просто смешно. Но мы просто приехали в Украину с Даюданой сестрой, к Сергию, которого вы уже видели на канале. И потом ковид появился. А, да. Есть разные французские диалекты, да? Да. Ну, были разные французские диалекты, а потом, типа, Наполеоне и разные республики как-то убивали наши диалекты. И даже наши оригинальные языки, например, бретонский язык, баскский язык, они почти исчезли. Если смотреть, например, на баскский язык, разница между Францией и Испанией очень сильно. В Испании очень хорошо, очень многие люди знают баскский язык, тогда как во Франции почти никто. Ну, никто это, конечно, преувеличивает, но это чтобы просто показать ситуацию такой, какая она есть просто. Ты поддерживаешь больше за то, чтобы эти региональные языки продолжали существовать, да? Да, конечно. У нас есть, типа, не все говорят, типа, у нас есть французская культура. Нет, у нас есть французские культуры. У каждого региона есть свои особенности. И не надо навязать парижскую культуру всем. Как у нас с Парижем, как есть связи, конечно, но у нас также есть своя история, свои обучения, свои традиции и так далее. И это как будто у нас есть одна история и так далее с людьми из Марселя. Мы живем в тысячу, типа, есть тысяча километров между Марселями и Лирием, как будто у нас есть одна история. Конечно, нет. И надо сохранить эти региональные языки, эти особенности, иначе мы все будем одинаковыми. Это было бы очень жалко. Да, ну, с диалектами не так важно, но с языками, как бы, эстонский язык, это даже не, типа, романский язык. Типа, из романской группы, это керцкий язык, из керцкой группы, баскский, это очень особенный язык, не принадлежит никакой группе, это очень редко в мире. И та вообще, как сказать, драгоценность, которую надо сохранить. Есть так разные языки, и еще на французских островах, например, как называется, в Тихомокеане. В Полинезии, может быть. В Полинезии у нас есть еще острова, но надо сохранить язык там, а не навязать французский язык, потому что потом, конечно, региональные языки потеряются, и это очень жалко, потому что это очень интересные языки, со своими особенностями. У вас на севере Франции тоже есть свой региональный язык, да? Да, ну это не язык, а это ближе к диалекту, но вообще, потому что это очень близко к французскому, к стандартскому французскому, но вообще отличается. Я уже показал разные, типа, комиксы на нашем диалекте, если не все понимали, но даже в диалекте, на взгляд французов, французских лингвистов, и даже в мире, диалект моего региона тот же самый, точно, что диалект, типа, в регионе, типа, между Парижем и моим регионом. Они назвали это пиках, хотя у нас есть отличие даже воспряжению. И в лексике есть отличие, есть отличие везде, но потому что они не хотят назвать нам, типа, каким-то, да. То есть не дать вам какое-то особенное имя. Да, да, да. Ну да, просто не дать нам признание, вот. А вот, да, признание. Не признавать нас такими, такими мы есть. Но правда, что диалект потерялся почти полностью, я сам не знаю этот диалект, я понимаю его, ну, более или менее хорошо, но разговаривать на нем не могу, потому что я всегда на стандартском языке жил, и это очень жалко. Ну да, у нас есть свой диалект, и даже есть фильм про этот диалект, думаю, ты смотрел? Смотрел? Да, я в нюхеревти. И да, там на самом деле не на диалекте разговоры, это более, типа, с акцентом. Но это чтобы дать вам хорошую идею того, как звучит этот диалект. Но еще есть сайт, на котором есть записи с разных регионов, из разных регионов, на разных диалектах Франции. Добавлю ссылку в описании, если не забуду. Но вы можете прослушивать или, как сказать, сравнить разные тексты, потому что это всегда тот же самый текст, но на разных диалектах или на разных языках. Думаю, это очень крутой сайт. И, ну, то есть в школах вас этому не учат? Нет. Не-не. И вообще в истории Франции запрещали разговаривать на другом языке, чем французский в школе, и были какие-то знаки, типа, запрещено разговаривать на так-так-так, на каком-то языке. И они просто так убили наши диалекты, наши языки, к сожалению. Ну да, в школе, конечно, это стандартский французский, другие языки, даже английский. Невозможно разговаривать на них. Потому что, нет, например, на юге Франции, да, Ибаска, там, вот они ближе к Испании, и можно даже увидеть на улице дорожные знаки на языке Ибаска. Да, да, да. Есть ли такое на севере? Нет. Ну, есть. Ну, не сожди. Ну да, недавно, типа, регионы решили, не государства, а регионы, со своими деньгами, решили, типа, они говорят, промоуло, то есть, как сказать, распространять региональные языки. Но это уже языки, это баскский вообще не точно, вообще отличается очень сильно от французского. А такое с нашим диалектом на севере Франции вообще невозможно. Есть разные города, которые пишут, типа, знаешь название города, когда ты заходишь? Да, да, да. Но это очень редко, и чаще всего это с фламандским языком, то есть, очень далеко на севере. Например, где живет мой отец, у нас есть, типа, знак на французском, а потом знак на фламандском. Ну, да, такое есть в Британии, такое есть в баскской стране, такое есть на Корсике, такое есть в Тулузе, например, потому что они на окситанском языке разговаривали тогда. Ну, да, есть, конечно, такое. Ты упомянул фильм Венвеню Шелешки, и ты сам видел этот фильм, правильно? Да. И ты согласен вообще с тем, что было показано в этом фильме, какие-то стереотипы подтверждаешь или оправедаешь? Это, конечно, стереотипы, но у нас на сервере есть очень хороший юмор, мы просто умеем издеваться над самым собой, в отличие от других районов, но мы просто не обижаемся. Конечно, это стереотипы, это все усиливается для юмора, но мы не такой регион, чтобы обижаться из-за такого. Да, думаю, это очень хороший фильм, вообще посмотрите. Это очень сложно для студента французского, потому что надо понимать уже французский язык, а потом французский диалект, очень сложно, но вообще рекомендую этот фильм и этого актера. Дани Бунн снял еще другой фильм, связанный с диалектом. Не помню, как называется, но это очень смешной фильм. И, да, большая часть северян, так говорится. Северян? Северян так смотрела этот фильм. И, да, рекомендуем даже. Окей, ну, оставишь тогда ссылки в описании, название еще одного фильма. название напишу, да. Ты больше согласен с тем, что показано в фильме, да? Ну, это, конечно, стереотипы. Конечно, есть такие люди на севере Франции, которые не умеют разговаривать хорошо на стандартном французском и которые, у которых есть очень сильный акцент, которые, типа, которых невозможно понимать, но в основном мы разговариваем хорошо, мы не очень, мы, типа, кушаем, хорошо, мы кушаем всегда жирную еду, у нас не всегда идет дождь, я не могу показать, но у нас сегодня очень, типа, очень сильно блестит солнце, да? Ну, да, конечно, это стереотипы, это фильм, чтобы смеяться, это не репортаж, конечно, но, да, подтверждаю, но надо знать, что это стереотипы, не ожидайте, типа, ежедневного дождя и непонятных людей на северах. Окей, какая самая узнаваемая достопримечательность в твоем регионе? Я бы сказал две вещи, я бы сказал Бифхуа и Терриконы, это может звучать смешно, может звучать смешно, но правда. Бифхуа, это, знаете, очень высокие башни, написал пост об этом в Инстаграме, да, за смешно, и, да, это очень красивые башни, вы можете посетить, есть в разных городах, во Франции, а также в Бельгии, ну, на севере Франции и в Бельгии, если правильно помню, еще есть у нидерландцев, но, да, как правильно, это у нас и в Бельгии, и еще Териконы, потому что у нас на севере Франции были очень много шахот, да, ископаемые надо, типа, куда-то положить просто, и у нас есть очень много Териконов, и на них, типа, есть природа, есть деревья, есть все, есть даже животные и так далее, и очень красиво гулять под ним, и, да, советую, ну, гулять, это вообще может быть долго, советую просто арендовать велосипед и кататься на велосипеде, есть очень красивые как сказать, прогулки с ними, иначе, наверное, просто берег, потому что у нас есть доступ к морю, и есть очень красивые города на берегу моря, ну, океана или моря, это зависит от того, где вы находитесь, но будьте осторожными с городом, который вы выбираете, потому что есть города, в которых есть слишком много людей, например, берег, там слишком много людей, это просто невозможно, и еще есть города специально для парижан, и там ужасно быть, потому что все дорого и так далее, но просто выбираете маленькие города, но не слишком маленькие, и все будет хорошо, просто знайте, что у нас море немножко холодно, это, конечно, не юг Франции, какие у вас в вашем регионе самые популярные были игры в детстве, как вы проводили время с друзьями, когда были подростками? Думаю, это то же самое по всей Франции, но когда я был ребенком, типа, чаще всего в дворе, это говорится, в школе, мы играли или в футбол, или, знаешь, типа, надо, типа, вы бегаете и надо догонять, да, но это было в школе, потому что в школе не было много возможностей, даже школа, но вне школы, так как мы жили в деревне, мы могли, типа, на велосипеде кататься везде без проблем, в городе для детей это сложнее, потому что есть много машин и так далее, но мы могли просто по всей деревне кататься и у меня был друг, который жил, типа, далеко в деревне, там, где вообще ничего не было, никакой машин, никаких машин не было, и там было очень круто, потому что это было в лесу почти, и, да, это просто был очень хороший уголок как-то, и мы просто катались на велосипеде очень долго, и когда я стал подростком, мы просто так делали, ну, по деревням, не по деревне, просто катались на велосипеде вместе. Что является символом твоего региона севера? Символ, если не в стереотипах, и не чтобы шутить, наверное, будет картошки фри или дождь, не за тихо двух символов, но если, типа, очень серьезно будет шахты на 100%, типа, есть и серьезный символ, но если популярный символ, наверное, картошки фри, наверное, да, картошки фри, картошки фри, да, иначе, конечно, есть очень граждане шутки про нас, но, да, не надо это рассказать. Не в этом видео. Не в этом видео. А как вы празднуете свадьбу в севере? Ну, все зависит от человека. Мы в семье, ну, чаще всего, большинство французов не верит в бога или в богов, то есть это у нас называется маяж сивиль, типа официальная свадьба, то есть мы это делим в городском доме, не в церкви нигде, не в религиозных зданиях, и все равно это не официальные места, значит, вы можете праздновать там, но это не будет свадьба официально, типа по закону это не свадьба, это просто праздник. То есть мы просто идем в городской дом, мы просто так мир читает какой-то текст, потом вы говорите да, да, и потом вот вы женаты, и потом это просто как обычные праздники, то есть вы много кушаете, вы много пьете, и вы много танцуете, и это обычные праздники как-то. Кстати, есть еще например популярно устраивать какие-то праздники села, да? праздники, да, да. Есть ли такое на севере? Да, я тебе рассказал уже про этот Бонон Дивер, тот человек, которого мы подчикаем, это очень жестко, но это очень крутая традиция на своем деле, но у нас есть такой праздник во Франции, это вообще недавний праздник, называется праздник соседов, в городах я не знаю, как это популярно, я знаю, что в моем здании делают, но мало делят, но в моем деревне просто вся улица, мы все собирались в одном доме, и мы просто кушали, пили, танцевали, да, это было очень круто, но когда мы переехали в город, замечается очень большая разница, да, разница, очень, как намного меньше людей это отмечает, да, празднует, и да, и еще есть праздник школы, La Fête de Rékole называется, это в конце года, типа, есть кермес, есть все эти вещи, то есть это просто праздник школы, вы понимаете, что это такое, есть какие-то игры для детей, и так далее, это очень крутой момент, когда вы дети, на самом деле, это день, который вы готовите, который вы готовите еще, потому что есть разные деятельности тогда, в этот день, да. То есть это как 1 сентября, или как это вообще происходит? у нас это в конце года. А, то есть в конце года. Да, у вас, да, я знаю, что 1 сентября это праздник, у нас это очень несчастливый день для детей, потому что это первый день школы, не очень грустный, и да, у нас наоборот, мы празднуем в конце года, а не начале. окей, но у нас это не совсем праздник, у нас как бы это больше торжество, просто мы встречаем этот новый учебный год, да, там какой-то концерт, все собрались, там учительницам цветы подарили, но такого, типа, чтобы дети ждали и готовились как-то супер к концерту хотя что. Ну, да, но, например, в моей школе мы танцевали, то есть все дети готовили какой-то танец, иногда было потом танцевать перед родителями, было очень страшно, но если правильно помню, это другое, но есть разные праздники в школе, не помню, точно помню, я не помню точно, что это такое, не точно помню, точно помню, но, да, если федериконе, наверное, есть кермес, кермес, наверное, что-то другое, но, да. Кстати, а как вы празднуете выпускной со школы? Не празднуем. Есть ли такое? Нет. Ну, они просто дают диплом, а потом пока. А диплом дают через две недели, через месяц? Ну, надо ждать, например, бакалурия, то есть, типа, эквивалент ЕГЭ в России, типа, я сдал в июне, я получил результаты в июле, и мне подали диплом в октябре, но это просто, вы просто собираетесь с другими учениками, вы видите некоторых учителей, и просто вот твой диплом можешь уходить и не так. Ничего особенного, ничего. Есть город Байона, да? Байон, да? Байон, и там ежегодно проходит праздник Федда Байон, и есть ли что-то похожее на севере? Ну, это у них, типа, свой собственный праздник, как у басков, у нас такого нет, но у нас есть такое в дуэ, например, потому что у нас такая, у нас были такие сказки про то, что создавали наши города гиганты, очень большие гиганты, очень большие люди, и в дуэ это ежегодно празднуют, то есть это вообще очень большая гордость, потому что есть гиганты, и надо типа их нести, носить по городу, и те, которые носят, и они называются портер, и это типа работа, которую передается по поколениям, из поколения в поколение, да, 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 и это вообще очень большие, как сказать, гиганты, и надо это носить, это очень сложно, и это очень крутой праздник, я сам был на этом празднике два раза, если правильно помню, и да, это очень хорошие моменты, но во всем севере я не думал, что у нас есть типа единый праздник, у нас есть карнавалы на севере Франции очень известные, особенно на севере севера, здесь такого нет, как правило, но на севере севера, например, в Донкерк, в Байори, во всех этих городах, это такой обычай, типа это три дня, когда люди пьют дни и ночи, и да, я никогда не был, я был на карнавале на самом деле раз, но это было в моей деревне, то есть там был очень маленький карнавал, но в Донкерке, во всех этих больших городах есть очень большие праздники для карнавалов, думаю, можно будет посты сделать по этому поводу, можно, но на самом деле дочь, ну одна из дочери моей мать чехи, она обожает эти карнавалы, можно ее пригласить, она не знает русский и не английский, значит будет смешно общаться с ней на французском, можно да, пригласить, на самом деле мы уже разговаривали по этому поводу, она сказала, что довольно бы это сделала, ну да, думаю, было бы интересно сделать обсудим с ней, да, теперь сейчас будет смена темы, пока у нас много про север в самом начале мы забыли немного о тебе еще поговорить да, знаю, что ты преподаешь французский язык, мог бы ты рассказать больше об этом, то ли ты преподаешь индивидуально или в группах взрослым, маленьким детям, я не занимаюсь в группах, но у меня есть разговорный клуб, и тогда это в группах, потому что логично, но для уроков французского, точно французского, я только индивидуально занимаюсь пока что, чтобы хорошо адаптироваться к ученику, я предпочитаю адаптироваться к ученику, чем наоборот, чтобы ученик адаптировался ко мне, таким образом есть больше шансов, чтобы уроки нравились, и да, потом да, все зависит от того, что вы хотите, есть ученики, которые хотят просто разговаривать, тогда мы просто разговариваем, есть ученики, которые хотят просто грамматикой заниматься, тогда мы только грамматикой занимаемся, есть ученики, которые хотят просто смешанно, и это понятно, это большая часть учеников, то есть это иногда по учебнику, иногда я просто рассказываю про какое-то время, какую, как сказать, какую-то тему, да, вот, и, конечно, упражнениями занимаемся домашкой даю и так далее и так далее и у тебя также есть разговорный клуб на французском языке да и тогда это группы это группы четырех людей у которых чаще всего есть более или менее тот же самый уровень есть для a2 b1 есть для b2 c1 на самом деле я хотел для b1 b2 но у девочек есть b2 c1 тогда это просто отдельный уровень и да в этих группах у вас есть лексика вордфайле я всю перевожу я уже пишу вопросы чтобы вы готовились то вы вы можете искали дополнительную лексику и на уроке мы просто разговариваем если надо чтобы я задавал вопросы вместо вас потому что вы стесняетесь я могу я это делаю и вроде я просто записываю ваши ошибки и после занятия в конце занятия я рассказываю немножечко об ошибках которые я заметил но потом я отправлю фоточки этой бумажки на которой я все записываю и вы можете потом своей стороне исправляться то есть посмотреть видео про эти темы с которыми у вас есть проблемы но первая цель разговорного клуба это практиковаться и заговорить потом исправить ошибки это ваше дело если вы хотите очень интенсивно у себя заниматься это вы это делите это разговорный клуб чтобы разговаривать теперь немного поговорим о русском языке как как давно ты изучаешь русский язык и как ты вообще пришел к идее об изучении я учу русский язык почти четыре года я начал в июле семнадцатого года сложно но я раньше учил польский язык потому что у меня бабушка полька когда я хотел просто учить ее язык я учил я начал учить польский учить польский когда когда мне было четырнадцать лет если правильно помню и это вообще никуда не не привело мне нравилось просто и когда я был в лицее надо просто было выбрать какую какое-то в направлении учебы я тогда учил на науку на математику физику и так далее интенсивно вообще но я не хотел типа стать инженером или заниматься наукой всю жизнь и тогда я подумал давайте сделаю что-то с польским языком но мне подсказали что у меня будет больше возможностей с русским языком например и так как русские и польские языки очень похожи друг на друга я просто бы решил к русскому и за год я учил достаточно чтобы получить оценку 20 из 20 на экзамене официально то есть у меня есть типа бакалория и есть русский 20 из 20 и я очень горжусь этим благодаря сервию который научил меня выпуском то есть четыре года сейчас учу почти были ли у тебя смешные истории связаны с русским языком да потому что очень часто люди стесняются исправлять значит я говорю какую-то ошибку это становится привычкой а потом спустя год или два года кто-то осмеливается мне сказать эй это неправильно к примеру я очень долго говорил с днем рождения рождения типа с днем рождения вместо с днем рождения конечно и умеющая есть правильные с ударениями особенно с числами я говорю 11 вместо 11 или 14 вместо 14 например потому что я учил польский язык до русского языка у меня были и еще есть иногда сегодня какие-то польские слова которые в моей голове ну моя голова думаешь что это русские слова и например на уроке русского языка в университете преподавательница тогда спрашивала что вы что вы будете есть сегодня что вы поедете просто и я ответил что я съем канапку я просто разумеялась но ты съешь канапку как это возможно если я съем канапку и канапка это просто сэндвич также я очень долго думал что качка это русское слово так как говорится утка еще был вопрос от твоего подписчика хорошо ли ты понимаешь русскую речь на слух да потому что я учил на слух сергей типа мы просто созванивались каждый день почти и тогда я очень хорошо понимаю на слух но иногда но это так с другими иностранными языками ты просто слышишь шум и ты вообще ничего не не поймаешь не понимаешь и просто надо сосредоточиться вернуться к языку вернуться типа к реальности и снова понимаешь но вроде да хорошо понимаю потому что я учил так чтобы было легко с устной речью можешь ли ты посоветовать франкофону учебники книги для изучения русского языка да я видел этот вопрос в инстаграме и к сожалению я не учил русский по учебникам тогда ничего тоже не могу посоветовать как и фильмы но я знал кто задал этот вопрос и то что я советую вам это прийти к русскому с мужем и просто перестать французский примерно час в день просто только на русском языке объяснить слова указывая какие-то предметы или имитируя действия это очень смешно и это очень эффективно Пожалуйста Увидите это Советую вам просто перейти в течение часа в день к русскому языку полностью Я так делал с Сергеем и это очень хорошо сработало Тогда нет причины чтобы это не сработало с вашим мужем Что было самым сложным для тебя в изучении русского языка? Ударение Падежи я уже знал благодаря польскому языку Я не знал очень хорошо, но я знал основы И тогда я просто очень хорошо понимаю как работают падежи И мне удавалось типа учить их типа послушивать Типа я слушаю какое-то предложение и я просто учу структуру этого предложения Типа передаю, ну просто заменяю на другие слова, чтобы работала с другим смыслом, с другим предложением А ударение для меня это было очень сложно, потому что в франском языке ударение всегда в конце В английском сложнее, но в польском например это всегда в предпрощающем слоге Как это сказать? В предпоследнем В предпоследнем Вот, в последнем почему-то я забыл это слово В предпоследнем слоге Типа это всегда на том же месте А на русском На русском это намного сложнее И для меня это еще сложно Я еще изучаю все эти слова Всегда везет Есть какое-то везение Ну есть какая-то логика Потому что всегда соблюдаются какие-то схемы Типа голова, головы, голову и так далее И легко запомнить так Но очень сложно И думаю у меня будут проблемы с этим еще, наверное, долгое время Но я работаю над этим И надеюсь что-то получится Ну да, самое хуже в русском Это не Парижи, как все говорят Даже для тех, кто не учил другой славянский язык до русского Это точно ударение Для тебя в русском самое сложное это ударение И я думаю, что для многих русскоязычных Французское произношение дается очень сложно И есть ли у тебя какие-то советы, как преодолеть эту сложность? Не думайте, что вам надо обязательно французское Идеальное произношение французского языка Особенно если вы начинающий Но также не думайте, что произношение это вообще не важно Проблема в том обычно, что люди Или слишком сильно хотят идеальное произношение Или вообще не хотят И тогда они привыкают к плохому произношению А потом перейти к правильному Это очень сложно и почти невозможно Сейчас я пишу файл Спасибо Даша за возможность Про французское произношение И я хотел написать файл про современное французское произношение То есть как изменились правила Потому что я посмотрел в учебниках Даже в французских учебниках Про французское произношение Они описывают, конечно, старое произношение Так никто не говорит уже И я написал этот файл Чтобы вы знали об обоих произношениях Будут упражнения В этом файле уже есть упражнения И да Просто мои записи, конечно, с современным произношением Но с этим файлом вы также можете узнать Про старые традиционные как-то произношения И да Просто тренируйтесь Не слишком рано, но не слишком поздно Очень плохой совет Но да Просто не думайте, что Обязательно вам надо все звуки Произносить четко Надо просто, чтобы были разницы Между каждым звуком Чтобы понять, что вы говорите Ван, ван То есть типа вино, ветер Чтобы понять, какое слово вы говорите А не путать Самое важное с произношением Это всегда разница Это не звук сами И этот файл Его можно будет купить или Да, 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 конечно Мы еще работаем над этим файлом с кем-то Чтобы исправить мой русский язык Но будут анонсы, будут заявления Когда выйдет, когда все будет готово Я хочу просто, чтобы все было правильно Чтобы было хорошо объяснено И также надо еще записать упражнения Я уже начал, но это долго И да, все будет готово, когда будет готово И я расскажу обо всем Когда придет пора просто Принято ли во Франции делать A small talk С незнакомыми людьми на улице, например Пока ты ждешь лифт Или, знаешь, такой A small talk Типа маленький разговор А, окей Когда пытаетесь избавиться от неловкого молчания Когда вы стоите, например, с соседом Ждете лифт Есть ли такое во Франции? Во Франции есть На севере Франции мы очень разговорчивые люди И вы сможете на улице Кому-нибудь, ну, к кому-нибудь опрошаться Обратиться и попросить что-нибудь Типа куда идти и так далее Проблем у вас не будет Но есть некоторые Да Но есть некоторые что? Есть некоторые регионы, в которых Очень много туристов И, значит, людям немножечко Ну, просто не хочется Отвечать на все вопросы А у нас нет туристов Значит, мы очень разговорчивые люди Ну, типа, между французами Здесь, да В остальных регионах я не жил Я был только на каникулах Тогда я не знаю Но, наверное, да Наверное, да Я просто знаю, что, смотря на другие регионы Мы очень много разговариваем с незнакомыми людьми Здесь Ну, это все, что могу сказать А какие темы принято обсуждать? Там, погода Ну, погода, конечно Погода или сейчас коронавирус в моде Ну, все зависит от контекста Например, вы можете Зависит от того, что вы просите еще Если это просто, чтобы избавиться от морчания Да, конечно, будет погода Или будет, как сказать Если вы живете в одном здании Будет, например, последняя краска для такого этажа Не знаю, что Последняя глупость Женщины с последнего этажа еще Не знаю, что можно отсудить Но вообще о чем-нибудь Но если на улице Все зависит от того, что вы хотите, конечно Во Франции Принято здороваться То есть это поцелуй в щеку То есть там или два раза, или у кого как И как сейчас во время пандемии? Вы страдаете от этого или нет? Я не делаю Если честно Я не помню, в какую сторону надо начать И я уже, типа, больше раза, типа, стараюсь представить себя Как я здороваюсь Если правильно помню Это, типа, влево, а потом вправо Но я не уверен, потому что я больше года не так делал Не здоровался Да И, да Ну, просто не целуемся, потому что нельзя И все Как думаешь, после окончания коронавируса Эта традиция вернется или же? На самом деле эта традиция не нравится многим людям Тогда я не знаю, вернется ли Думаю Думаю, да Но есть большие шансы, чтобы это было реже, чем раньше Наверное, разделятся на два типа Да Типа те, кто целятся и те, кто нет Посмотрим Надо уже, чтобы пандемия закончилась И только тогда посмотрим Есть ли у вас какие-то типичные жесты для французов? И не только именно во Франции, а может еще в вашем регионе То есть можешь ли ты показать самые популярные и рассказать, что они обозначают? Из нашего региона я вообще не думал, что есть такие жесты Но во Франции у нас есть очень много жестов Я знаю жесты, которые вы не понимаете, например, это Так делаешь Знаешь, что это означает? Нет Типа ты врешь? Типа я знаю, что ты врешь Это значит, типа, мой глаз Типа, да, говори еще, я знаю, что ты врешь Так скажи просто правду Но жесты очень интересны на самом деле Потому что они отличаются в зависимости от языка У каждого языка, у каждой культуры есть свои жесты И очень добавно посмотреть, какие жесты означают что Например, в университете у меня есть еще итальянские учителя И это в Италии, это значит, типа, я слежу за тобой А у нас это значит, ты врешь, типа, скажи правду И да, просто забавно Кушаете ли вы только в столовой, все вместе за столом Или же у вас также есть такая привычка кушать перед телевизором Или у себя в комнате перед компьютером Есть ли такое во Франции? Нет, мы все кушаем вместе за столом в одно время Всегда в то же самое время и все вместе, да Я знаю, что в славянских странах не так Что, например, кто-то есть отдельно от других Или во время, которое ему нравится Но у нас не так вообще Кто-то готовит дома, а потом просто все кушают вместе с людьми, которые подготовили Но да, это все вместе за столом Конечно, иногда кушаем перед телевизором Я сам не смотрю телевизором, тогда мне не нравится вообще Но да, иногда это специальный день, когда кушаем перед телевизором У вас также принято перед основным приемом пищи То ли это обед, то ли это ужин Делать апперо Да Как бы кушать закуски какие-то Да, да, да Это типа, чаще всего это Аперо имеет разные значения Полное слово это аперитив Но у вас есть какие-то напитки И какие-то, ну, печенья соленые Это называется бисквит-апперитив То есть соленые, ну, печенья для аперитив И да, да, но чаще всего это на каникулах Потому что обычно не успеваем Потому что чаще всего, если вы кушаете в 8, апперо начинается в 6 Например И это очень долго длится Но если вы в гостях, обязательно есть апперо И сегодня более и более принят аперитив динатуар То есть это аперитив, который превращается в ужин То есть вы никогда не за большим столом Вы всегда за этим низким столом в салоне В гостиной Да, да И это вы просто поужинаете здесь Как будто не транзит Между аперитивом и ужином Да, очень принято, особенно на каникулах Принято ли у вас ходить друг к другу в гости И без предупреждения или с предупреждением? Когда я был в деревне Я не готова к ужину и так далее И это... Ну, люди воспринимают это как невыжливо С того, что я видел Может, некоторые люди так делают, я не знаю Ну, я не знаю таких людей Да, обычно вы просто это планируете заранее, конечно Чтобы все были готовы и все были здесь Потому что если вы заходите и никого нет Как жаль Ты сказал, что твоя бабушка полячка Да И ты как-то пытаешься стать ближе к этой культуре Кроме изучения языка? То есть, есть ли у вас какие-то традиции или... Не очень Более того, что она родилась во Франции Ее воспитали французы Кроме родителей, конечно Но нет, я приближилась к этой культуре, конечно Но, как сказать... Я даже не очень интенсивно учу польский язык Я просто... У меня есть уроки по польскому языку в университете Потому что у меня была такая возможность Но мы учим польский только два часа в неделю И это типа с нуля Тогда я... Ну, я учу какие-то вещи Но это очень мало, смотря на другие в классе, к сожалению Но, да, я вернусь интенсивно к польскому когда-то Когда будет возможность Наверное, летом Но пока у меня есть уроки в университете У меня есть много работы и так далее Не буду нагружаться языком дополнительным И, говоря о университете Есть ли у тебя какие-нибудь планы после выпуска? Да, да, да В сентябре я планирую учиться в России, в Москве На магистратуре по педагогике Я сейчас подал заявки в Россотрудничеству И я надеюсь, что у меня примут Но надо ждать Так, с администрацией надо ждать Просто я подал, надо осталось ждать И, да, я надеюсь, что буду учиться на магистратуре Чтобы получить диплом и стать профессиональным преподавателем Потому что я же только студент пока что Я еще учусь И да, это мой план пока что И как относятся к этому твои родители? Они вообще поддерживают твою любовь к русскому языку или нет? Ну, есть то, что говорят и есть то, что думают Они говорят, конечно, давай улети учись там Но когда они разговаривают об этом Понятно, что они не очень хотят, чтобы я уехал просто Но самое хуже это бабушка и дедушка Они вообще не хотят, но они не запрещают Ну, все равно я делю, что хочу И я подготовлюсь Если, типа, они не позволяют И у меня есть возможности У меня есть свои запасы, так скажем И да, я знаю, что не очень хотят, но позволяют Тогда уеду и все И что насчет твоего канала на ютубе? Ждать ли нам каких-то новых рубрик? Чего-то новенького, интересненького? Да, в инстаграме у меня появилась идея Типа сделать рубрика про англицизмы Англицизмы, извините То есть, которые существуют в французском языке Которые самые французы Ну, о которых самые францы не знают И тогда это для высокого уровня Недавно я купил память для компьютера И, значит, я попробую сделать эфир с гостем И, может, будет возможность еще заниматься с гостями на эфирах С видео Если не работает, можно без видео и все будет хорошо работать Просто без видео это немножко жалко Я купил память для компьютера, потому что это была проблема раньше Надеюсь, что это будет работать И да, у нас с Дашей и с другими друзьями есть разные идеи для видео И будет что будет, вы увидите Просто знайте, что это не только касается изучения французского языка Но это всегда касается франции или французского языка, конечно Из этого не русского Из этого не выйдем Но, так, у нас есть новые идеи Хотим быть оригинальными А не всегда просто публиковать те же самые видео про времена Про грамматику и так далее Ждать ли еще гостей на твоем канале? Да, конечно Я еще не знаю, кто Но, на самом деле, я знаю, кто У меня есть одна идея, но только одна Но, конечно, будут гости Потому что я думаю, что из таких, как сказать, встречи Такая встреча выйдет, выходят крутые видео И вам нравится, чаще всего, когда есть гости Есть намного больше просмотров Значит, что вам нравится Тогда, да, будут новые гости, конечно Скоренько, я надеюсь Будем ждать Также поступало много вопросов от твоих подписчиков Можешь ли ты порекомендовать фильмы, сериалы для изучения французского языка? К сожалению, у меня нет времени смотреть фильмы, сериалы и так далее Ну, у меня есть время, чтобы начать Но если начну, я знаю, что будут проблемы с учением русского, с учебой Тогда не начинаю просто Тогда ничего не могу порекомендовать Лучше посмотрите его других учителей И просто сами посмотрите в интернете, какие существуют фильмы И сериалы тоже самое Я, к сожалению, ничего не могу порекомендовать Потому что у меня есть очень маленькая культура по поводу фильмов и сериалов А что насчет книг? Книги я загружал на канале поэмы стихотворения Он употребляет очень легкие слова Тогда это очень легко для вас Очень легкие стихотворения И вообще советую Иначе я всегда советую ту же самую книгу Она лишь здесь, я не могу взять Но будет написано на экране Это, конечно, не самая легкая книга на французском языке Но это хорошо для студента французского Потому что она получала премию школьников Если дети это понимают хорошо Значит, что вы тоже можете понимать хорошо Это типа не сложные классики Это интересные книги Это не особенно сложные книги Конечно, есть сложные слова Не всегда Но я рекомендую такие книги Это называется «Prix en cours de licea» В этом написано И да Ты говоришь на французском языке Потому что это твой родной язык Также ты уже упоминал, что ты изучаешь русский и польский язык Какие другие языки ты знаешь? Я недавно купил такую книжечку для украинского языка Тогда так учу Украинский язык Это просто для лексики Но это очень полезный пидручник И да Сейчас я типа украинский язык учу Но мне очень нравится грамматика, лингвистика, как правило И кавказские языки У них есть очень интересные характеристики Тогда я немножечко учил чеченский и грузинский Я на них вообще не могу разговаривать Особенно на грузинском На чеченском понимаю как основные предложения Но я просто знаю грамматику, как она работает Потому что мне было это интересно Еще в школе я учил 7 лет На самом деле немецкий язык Как и все французы я учил 7 лет И ничего больше не могу сказать на нем Но подожди Это значит французский, английский, немецкий, польский, русский Украинский, грузинский, чеченский, блин 8 Но из них только на трех могу разговаривать Ну ладно Ну так, на этом уже все Ну уже это наверное очень долгое видео Еще не знаем Еще не демонтировали Демонтировали Ну так, спасибо большое Даша Что ты пришла сегодня Что задавала вопросы и так далее Спасибо, что пригласил Да И так, ждем от вас побольше вопросов Напишите в комментариях или в инстаграме В личных сообщениях И подготовим для вас вторую часть этого интервью Наверное у вас уже вопросы возникли И так, спасибо, что посмотрели это видео Спасибо, что задавали вопросы Как сказать Подписывайтесь Да, подписывайтесь Ставьте лайки, делитесь с друзьями Это помогает развитию канала Вам не сложно Нам приятно И да, удачи сонским языком Скоро увидимся Салю и пока Салю Продолжение следует... Продолжение следует... om Музыка Продолжение следует...